Ведь именно так формируется сознание. Или вы что думали, во времена КПСС все молились на партию? Ну, во-первых, такого не было. Но всех капиталистов, коих по сути никто не выбирал, остерегал народ Советского Союза, а также Варшавского договора, Китая, Индии, Кубы, Кореи, Анголы и Вьетнама, а также Никарагуа, и многих стран, понимающих лучшую сущность, а это и есть коммунизм. И давайте все-таки определимся, что при КПСС можно было свободно вступить в духовную семинарию. То есть не надо делить духовность и правильное бытие. При внимательном чтении религии никто о богатстве не говорит. Там богатство души, верующей в Бога нашего, и это и есть правило. Уж почитайте внимательно. То же и здесь. Мы не готовы убивать лучшую миру, доставшуюся нам за 4000 лет. Ее надо сохранять, а не захламлять. Ибо даже если что случится, Советский Союз и Россия, поверьте, никогда не уйдет в большем смысле под воду. Ведь самое забавное, что у нас сегодня есть распродавать то, к чему мы не имеем никакого отношения. Это наши недра. Вот мы и обсираемся зря. Смотреть надо на Китай, а не продавать нефть, газ и древесину. Наукоемкость, вот наша цель, и продукты сельского хозяйства. А мы как-то в этом не сильны. И вот для этого и для другого растить надо село, а не уничтожать его, как это делает руководство России. Не в Москве, по сути дела, и не в Санкт-Петербурге. Потому что это и есть города, захламляющие мусором нашу жизнь. Вообще нас побудила на эту акцию единственная вещь. То, что проблема Шиеса в Архангельской области, она не освещается по России. И складывается такое ощущение, впечатление, что любая проблема, которая на местном уровне возникает, она топится вот в этом информационном болоте. Сейчас Шиес встал на защиту своей земли от мусорного полигона. Говорят, что там будет мусороперерабатывающий завод, это не так. Официальное постановление, что там будут складывать просто брикеты, оборачивать целлофаном и складывать в болото. Болотистая местность, Архангельская область, это не шутки. Если это какая-то протечка будет, какое-то повреждение целлофана, и это попадет в болото, это попадет в реку. Это равно экологической катастрофе. Как решается проблема? Вот только вот этим вот, в брикеты и в болото. Вместо того, чтобы оснащать каждую территорию, которая производит более-менее большое количество мусора, оснащать мусороперерабатывающими заводами современного типа, у нас вот такие меры приводят в действие. Хотя нужно решать проблему, конечно, комплексно. Сначала нужно делать маркировку на продуктах, на всей упаковке, как ее сортировать, куда ее выкидывать. И вообще решать это вот с момента производства продукта или товара, как хотите. А не тогда, когда это уже вышло в несортированный мусор. Мы вот решили провести акцию «Пикет солидарности» с защитниками ШИИС, потому что люди действительно не побоялись выйти, отстоять свою землю, отстоять свое право на здоровье, на, в общем-то, жизнь. И мы с ними солидарны. То есть, если у нас такая акция будет, кто нам поможет, если мы сейчас останемся в тени? Нам никто не поможет. Спасибо.